Счастливые субботы Счастье первым долгом Иметь свою семью с собой Которую я обожала Мою семью Они меня тоже очень любили Все что я научила в жизни Я научилась с ним Елена, а вы когда-нибудь задумывались О том, что если бы Бабушка тогда Софья Щербатова Не уехала бы с четырьмя Или в тот момент было только Было сколько сестер? Вот если бы ваша бабушка И не уехала бы с этими дочерями Если бы не уехала Они Наверное их убили Как убили много других И вообще они не имели бы Никакого жизни там И вся семья уехала Никто не осталось Не было Таких Possibilities Скажем Чтобы остаться Надо было уехать Но уехала без ничего Очень-очень мало вещь Маленькие такие Украшения Но ничего И французы Которые должны их взять Как иммигранты Потому что они Война были Вместе с Россией Они называли Проклятые Иммигранты И она Когда была во Франции Она умерла Ей было 47 лет От рака И эти 4 девочки Оставились без никого Ну вы знаете Вы знаете Что я хотела вам сказать Что мне много Помогло в жизни Это видеть Как моя мать Вообще Вжила Они никогда Не Плакали от этого Они всегда Они всегда мечтали Что Россия Будет снова Как она была И что они Смогут Снова быть там И они Всегда Говорили Надо держаться И моя мать Всегда говорила Даже если мы Не имеем Больших Деньги Вообще Мы должны Всегда быть Аккуратны Никогда И уйти Из дома Без Макияж Даже когда Мне было 16 лет И всегда Держаться Держаться Это все-таки Наша Мы были так Воспитаны А еще я помню Вы говорили мне о том Что мама всегда говорила Что надо улыбаться Надо быть позитивным Да А я наоборот Это мой характер И Я Страдаю от этого характера Потому что я Иногда Не позитивная Я не могу Быть счастлива Когда люди Которые я люблю Около меня Несчастье Это я Не могу И тогда Должна всегда Сделать что-то Пригласить Дома Ужин Чтобы было Немножко веселее Дам Какой-то подарок Который Они бы хотели Это можно сказать Что это Это сострадание Это просто Что я Думаю о других Полтора года Пока был карантин Вы были дома Да Вот И Периодически Когда я вам звонила И узнавала Что вы не выходили На улицу Я очень страдала От этого Потому что я понимала Что все равно В вашем возрасте Очень важно Двигаться Вот И конечно Когда я начала Вести онлайновые занятия Они были как раз о том Что Когда вы находитесь дома Пожалуйста Двигайтесь Пожалуйста Не курите Я много курю И обожаю это А я переживаю за вас Да Не переживайте Потому что Это мне совсем Неплохо А мне плохо И когда у меня было Два инфаркта На первый Конечно Мой кардиолог Сказал Вы не можете больше курить Я ему сказала Отстаньте Я буду курить Сколько я хочу Он сказал Хорошо Потом Когда был второй Инфаркт Он сказал Видите А я ему сказала Вы знаете что Я всегда буду курить И он мне сказал Теперь что я думаю Я думаю Что лучше для вас А то Вы будете Совсем истеричны А я ему сказала Если вдруг У меня какой-то рак Я не имею детей Не имею Внуки Не имею Семью Тогда Пожалуйста Никаких Тритментов Никаких Я это не хочу Я видел Столько людей Которые Страдали Два года И умерли Все равно Я сказал Просто не хочу Страдать Дайте мне Морфин И я уйду С папиросом В руках В руках В зубах Мы сейчас говорим С вами о счастье И получается Что вас В свободе Курить Вас вообще Никто не может Остановить Нет А вообще Если мы будем Говорить о свободе Для вас Свобода Это что? Это для меня Самая важная вещь Что вы можете Быть Как вы хотите Я люблю мужчин А то Это очень Нормально Ну если я бы любила Если я бы имела Сын или дочь Которые Препочитали бы Сын Мужчина Дочь Женщина Я бы всегда Их помогла Поддержала Чтобы они И были Имели Жизнь Которую Они Хотят И которые Им дают Счастье То есть они Вы бы разрешили Своим детям Выбрать свое счастье Да Им помочь И иметь А вот женщина Должна любить себя Вас учили Любить себя Да А чтобы она смогла бы Помочь других Она должна Первым долгом Уважать себя И тогда тоже Любить себя То есть вот То о чем мы с вами Уже говорили Про достоинство Это не только По отношению к нации Это достоинство По отношению к себе Уважать себя Не позволять Тебя унижать Нет Не позволять Не позволять И не Это абсолютно Не позволять Вообще В жизни Я Я никогда Не агрессивна С кем-то Но если вдруг Кто-то Неприятный Со мной И что Мне еще хуже Неприятный С кем-то Кто-то Который Около меня Или С собаком Или Животным Я Потеряю Все Своё Воспитание И Я как Лев Да Но вы же У вас же Как раз 20 августа День рождения То есть Львица И это я Не могу Не могу Жить так Не могу И я думаю Что Женщина Должна быть Сильная Она должна Быть Добрая Она должна Была Ласковой Потому что Если она Не ласковая Муж идет Смотреть На кого-то До другого Который Ласковый Понятно Она должна Она должна Все время Видеть Что дом В хорошем состоянии Что он ест Что он хочет Что дети Идут в школу Делается У него Много-много Проблемы У мужчины Только Один Это его Работа И это Для него Самое Важное Потому что Это он Но мы Без никаких Мы Мы делаем Все другое Это смелость Как бы Занять такой Пост Это Быть смелой Что это Смелой Ну Brave To be brave А да Ну вы знаете Если вы не Brave Вы ничего Не делаете Для женщины Быть смелой Это счастье Или это Проклятие Нет Всегда Счастье Всегда Счастье Вы знаете Я не люблю Женщины Которые Хотят Быть Что-то Такое Казаться Хотят Казаться И они Все время Толкают Других Чтобы быть На первые Я Эти женщины Ненавижу И вот Мы начали Наше интервью С этого Вы сказали Что Счастье Это в семье А оказалось Что в ходе Нашего интервью Вы сказали Что счастье В друзьях Счастье Быть смелыми Счастье Быть женщиной То есть Это Оно Многогранно Не нахожу Что Всегда Такая Счастье Быть женщиной Нет Нет Потому что Это иногда Очень трудно Это трудно Быть Красивая Хорошо Устроена Ну Видишь Что На кухне Все Как надо Быть Какая-то Горничная И Пинап Это Это Трудно Я всегда Говорю Что Женщина Это Как бог Шива У которых Столько Рук И одновременно Как бы Надо не Изменить Себе Вот это Очень важно И надо С детьми Все-таки Помочь Быть Кто Они Такие Им Помочь В этом А то Много Много Родителей Не делает Это И с Мужем Надо Быть Какая-то Но Иногда Паф Давать Да Паф Научите Меня Это Со мной Нет Со мной Нет Возьму На вооружение Возьму На вооружение Елен А вот Если Мы Говорим О рецепте Счастья Есть ли Рецепт Счастья Не Волноваться Все Время Это Русское Выражение Которое Не Существует В Другие Языках И Видеть Так Хорошие Вещи И не смотреть На плохие Я думаю Имеется Какой-то Успех Какой-то Который Я всегда Имею Не знаю Почему Но я хочу Сказать Что у нас Есть Очень известная Такой Политика Сейчас Она больше Как коуч Ирина Хакамада И она Ведет Свои Тренинги И вот Она говорит О том Что Успешность Это Один из Основных Компонентов Счастья И сейчас Я слышу Это от вас То есть От женщины Которая Прожила Такую Сложную Жизнь И Принадлежит Прекрасному Роду Которому Уже 500 лет И конечно То что вы Делаете Для Сделали Для России И продолжайте Сейчас Вот В человеческом Плане Вот Это Сегодняшнее Интервью Мне кажется Очень многим Поможет По-другому Посмотреть На свою Жизнь Любить Себя И быть Успешным И уважать Себя И вы только Можете Уважать Себя Когда вы Смотрите В зеркало И вам Приятно И чувствовать Что Могу мечтать Я Я сейчас Обниму Я Я не хочу Чтоб вы Плакали Не хочу А я не могу Больше плакать Не надо Я столько Плакала Колодова Молодая Что теперь Больше Не могу Плакать Я бы иногда Хотела бы Ничего Нет Не будем Не будем Плакать Мы будем Сильными Мы будем Сильными 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 Сильными